Продолжение следует... 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 То есть разные поклонения, очень разные, но вот именно поклонение в настроении супружеской любви – это очень большая редкость. И на нашем уровне была бы большая непростительная ошибка, если бы мы посчитали, что если мы это изучаем, если мы это узнаем, если нам об этом рассказывать, значит, в принципе, и мы относимся к этой категории джив, которые когда-то, в какой-то момент времени станут такими же. Это очень такая серьезная ошибка, потому что мы должны очень глубоко рассмотреть вообще, кем мы на самом деле являемся. То есть мы должны постоянно анализировать вообще свои помыслы, иначе, если мы не будем это делать, то мы превратимся в сахаджи, в которой будет просто… Сахаджи, они как говорят? Они говорят – медитируйте на определенные отношения с Господом и последствия, и вы встанете в эти взаимоотношения. То есть медитируйте, что вы гопи, и вы встанете гопи. Медитируйте, что вы друг Кришны, и вы встанете другом Кришны. И это очень-очень такое болезненное и серьезное искажение, которое привносит разные личности, которые хотят идти на самом деле просто легким путем. Но наш путь, он прямо противоположный. Скорее мы об этом слышим, об этом слышим, и по наставлениям наших учителей мы пытаемся этому очень-очень издалека поклоняться. То есть мы понимаем, что эти реалии – это то же самое, что и недостижимый Господь. То есть там, где недостижимый Господь, там эти реалии и проявлены на самом деле. Высочайшие, чистейшие отношения дружеской, супружеской, родительской любви, они проявлены где-то очень-очень за пределами даже нашего понимания. И если мы начнем глубоко, очень глубоко изучать себя, мы поймем, что мы… Единственное, что мы можем, это мы можем поклоняться. И поклоняться даже в большей степени тем личностям, которые нам об этих вещах рассказывают. И даже не тем личностям, а личностям, которые служат им. То есть слуга, слуги, слуги, слуги. И мы постепенно придем к пониманию, что наше самое лучшее положение – это то, которое мы сейчас занимаем в окружении преданных, которые находятся с нами в одной связке, в одной полоске или на одном корабле. Потому что мы очень похожи по своим характеристикам. То есть мы недалеко друг от друга ушли, как бы. Мы примерно одинаковые. То есть у нас одинаковые помыслы, одинаковая степень развития, одинаковая продвинутость или совсем непродвинутость. То есть мы где-то вот в одном находимся ракурсе. И если мы будем просто спокойно, находясь в этом обществе, совершать свое маленькое или большое служение со всей искренностью, со всей любовью, вкладывая, пытаясь вложить в каждое наше действие любовь по отношению окружающих нас преданных и по отношению к поклонению тем божествам, которые по милости нашего Грудева они проявились, по милости наших преданных, таких как Веджа Романа, Вадута, Махараджа, Гаслая, Махараджа и других преданных, которые здесь проявились. Мы тогда будем в очень безопасном положении. В противном случае это то же самое, что представьте, что идет какая-то крутая вечеринка в каком-то крутом заведении, где собрались очень крутые люди. И мы просто думаем, а что такого вообще? Может мне тоже туда прийти, но они же такие же, как и я, и потусоваться там. И в тот момент, когда мы придем, у нас, скорее всего, даже мы охрану не успеем пройти, скорее всего, нас выкинут оттуда. Скажут, посмотри на себя в зеркало вообще, куда ты пришел. Но если нас приведет кто-то и поручится за нас, и еще будет за нами присматривать на этой вечеринке, то даже находясь в таком немножко потрепанном виде, нас, возможно, будут смотреть так снисходительно, скажут, что человек пришел, вероятно, он какой-то недалекий, но тот, кто его привел, он обладает определенным авторитетом на этом собрании. И поэтому мы, по крайней мере, не будем его трогать. Пускай побудет с нами, может быть, чему-то научится впоследствии. И таким образом, на самом деле, происходит наш прогресс, что мы все время должны находиться в положении учеников, то есть мы всегда должны понимать, что всегда есть личности, которые гораздо-гораздо умнее нас, разумнее нас, а самые главные личности, которые обладают гораздо большей преданностью. Вот сегодня просто еще раз выставили на нашем сайте фильм, сайте Сундера, «Эликсир бессмертия». Я сегодня еще раз посмотрел просто. Мне вот чем нравится, ну, я его просто периодически так смотрю, мне чем нравится этот фильм, что там, ну, вот если внимательно просто смотреть, даже, может быть, не настолько на сюжет, самый сюжет интересный на самом деле, там очень многоплановый, такой многосмысловой. Но мне нравится больше всего там смотреть за тем, как ведут себя преданные. То есть там, на самом деле, ну, актеры, которые играют в этом фильме, это все преданные. Там вот художник, это настоящий художник, из Джиганатхапури, Шидар. То есть, ну, в Джиганатхапури там есть деревня художников, где он занимает лидирующее положение. И, кстати, Сундера, видать, взял его в актеры там. Ну, все, кто там снимается, это реальные преданные, то есть реальные личности, которые реально занимаются какой-то силой. Вот, и мне просто всегда вот было, в общем-то, вдохновляюще смотреть вот их вот эти преданные. Он ведет, у него движения очень не то, что рассчитаны, а они настолько тактичны, то есть настолько уважительны к божественному миру. То есть там, как они тряпочкой все протирают аккуратно, так везде кланяются, там, как он цветы кладет на шиолингом, там, там, как вот это все происходит, настолько это вот пропитано личностным пониманием, тому, чему поклоняются. То есть вот сегодня, допустим, Новин задал очень хороший вопрос по поводу, ну, как раз личностной концепции. Это очень важно понять, что тот мир, он обладает конкретно личностными характеристиками. И то есть все наши действия, все наши действия, они на самом деле, ну, сравнимы, как вот, допустим, ну, когда мы пытаемся что-то предложить в этом мире какому-то или возвышенному человеку, или там, допустим, человеку красивому, или близкому, или дорогому нас. Мы всегда делаем это очень так, но пытаемся, это движение должно быть нерезкое, немедленное, ну, такое очень деликатное, скажем так, такое очень джентльменское. Это, ну, как вот Абадут Махараш часто говорит, это королевами не рождаются. Королевы – это их мунштруют. То есть это, ну, с самого детства девочка там или принц какой-то родились, когда они в королевской семье, их с самого начала начинают, ну, вот, воспитывать. И воспитание – это такое, ну, вот, тот, кто должен представлять страну, то есть они должны обладать определенными качествами, их фактически мунштруют на самом деле. Это, ну, как правильно ходить, как правильно смотреть, как правильно кланяться, как правильно подносить предметы, ну, многие вещи. Вот, и вот в этом фильме мне просто, вот, оно вот, насколько это вот эти преданные, они, естественно, ну, ведут себя вот в этом поклонении, вот в этих отношениях, как они к книгам относятся, то есть аккуратно там, не кидают никуда, то есть они вот раз, раз, ну, видно, они это делают не на показ, а это, естественно, проявленное движение. То есть это вот, в Бхагавадгите просто есть такой стих, да, Арджуна спрашивает у Кришны, как ходит Кришна, как ходит преданный, как он говорит, как на людях, так и наедине, то есть это очень важно на самом деле. И там вот, ну, показан, допустим, вот этот художник, как вот, и как он днем ведет себя, и как он ночью спит, и как он встает, то есть все эти действия. И вот видно, что все его действия, начиная с пробуждения, да, и даже во сне, они направлены на одно, на служение Господу, там какая медитация, он художник, и он должен изобразить божество Махини Мурти. И он, ну, вот, его боль единственная, что он не может это божество изобразить, то есть, то, что он, говорит, появляется перед глазами и уходит, и он вот практически на протяжении долгого-долгого времени он медитирует, как это, он молится Господу, говорит, Господь, я не знаю, как явить этот прекрасный образ. И вот эти, ну, переживания, эти чувства, они очень, так, конечно, затрагивают, насколько вот... И, ну, погружается сознание вообще в мир преданности, то есть вот... Мы видим разные схемы, допустим, да, существования этого мира. Я помню, как-то пришел домой, тогда на Кисельном служил, и там, я не помню, кто-то у меня дома смотрит сериал про зону, ну, и там вот эти отношения, вот эти, во-первых, сленг, жаргон вот этот там, и там, ну, человек человеку-волку, в общем, выживает сильнейший там. И вот настолько это вот, ну, диссоциирует, ну, с тем, как общаются между собой преданные, какие отношения. Это очень удивительно. Поэтому мы должны помнить всегда, насколько вот эта благая удача нас затянула в общество преданных, в общество гуру, что мы можем этому всему постепенно, постепенно учиться и не торопиться. Вот, и в чем наша еще удача, что если мы что-то сделаем не так, если мы что-то сделаем не так, нас не отвергнут. Кроме того, чтобы мы не отвергли. Вот в чем, очень такой момент. Просто есть многие общества в этом мире такие элитные, квалифицированные, но там, если вы где-то ошибетесь, что-то не так сделаем мы, нам скажут, нет, дорогой товарищ, у нас 10 человек на одно место, и вам здесь не место. Но у нас в обществе что? У нас единственное, что необходимо, это искреннее желание находиться и учиться этому. Просто, ну, и на самом деле, преданные – это самые продвинутые люди, нет никого продвинутого в этом мире. Потому что они учатся самому главному, они учатся, как служить. А это самое дорогое качество. Тут даже в материальном мире, если мы начнем изучать книги каких-то там ведущих этих специалистов по маркетингу, по бизнесу, мы увидим, что они, в принципе, учат тому, как служить. Но они учат служить как механически, механически улыбаться, механически говорить дежурные фразы, там, допустим. Ну, мы сейчас видим, зайти в любой супермаркет, да, там такой бутик какой-нибудь, там, ну, какие-то красивые девушки или мужчины, они там пытаются выдать что-то такое красивое. Вот. Но видно, что цель у них одна – это главное не вылететь с работы и, возможно, дадут повышенную зарплату. Вот. Но преданные, они учатся прямо противоположно. Они пытаются на самом деле полюбить людей, на самом деле послужить им. Представляете, если, ну, люди приходят, и они чувствуют, что кто-то их любит, на самом деле не изображает любовь, не натягивают улыбки, вот, а действительно любят их, то люди-то, в принципе, ну, они понимают, что это единственное достойное место, куда можно прийти и с кем можно общаться, на самом деле. И поэтому это очень ценное общество. И мы должны всеми силами пытаться учиться этим качествам, на самом деле. Учиться у наших учителей, учиться у преданных, друг у друга. Вот. И самое главное, самое главное – не впадать в уныние, когда у нас что-то не получается. Потому что это, ну, во всех традициях говорят, что уныние – это очень тяжкий грех, на самом деле. Когда у нас что-то не получается, мы, вот, там, я дисквалифицирован, там. Ну да, мы дисквалифицированы, да, но преданных нас не выгонят, на самом деле. Они всегда скажут, да, оставайся, всё нормально, ничего страшного. Если мы, ну, не гоним вот это своё ложное эго, да, то есть там не пытаемся кому-то что-то доказать, а смиренно пытаемся, ну, понять, разобраться в этих вопросах, нас всегда примут и всегда будут иметь с нами дело. Это очень, очень удивительный, на самом деле, фактор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok